Бзю! Всем привет! И буквально считанные часы остаются до презентации новой iOS 14, но почему-то большинство людей даже не задумывается об этих нескольких действительно важных вещах, которые стоит сделать перед установкой любой бета-версии, новой испеченной прошивки для айфонов и айпедов. В общем, в этом видео мы поговорим с вами о топ-3 вещах, которые каждый владелец айфона или айпеда, который собирается устанавливать новое крупное обновление, которое будет находиться в бета-тестировании на свое устройство. Присаживайтесь поудобнее, будет максимально интересно, полезно и информативно. Погнали! Для того, чтобы ничего не потерять в случае непредвиденных обстоятельств при установке новой iOS 14, которую предоставят уже совсем скоро, необходимо произвести несколько действительно важных моментов. Во-первых, не спешите сломя голову устанавливать новую прошивку. Понятное дело, захочется попробовать новые фишки, оценить новые функции и возможности, однако, как показывает практика, далеко не всегда бета-версия новой операционной системы, тем более в глобальном обновлении, является стабильной для повседневного использования. Позаботьтесь о стабильности вашего гаджета. Во-вторых, если вы все-таки решились на установку, обязательно проверьте, чтобы на вашем устройстве хватало свободной памяти. Как минимум, у вас должно быть в запасе не менее 5-6 свободных гигабайт памяти iPhone или iPad для того, чтобы прошивка установилась, это раз. А во-вторых, не произошло неприятных моментов, вроде зависшей на яблоке iPhone и кучи непонятных ошибок от iTunes, это два. И в-третьих, сделайте резервную копию вашего iPhone или iPad, чтобы на случай чего можно было бы без проблем откатиться на самую актуальную и официальную релизную версию iOS 13. В случае, если вас будет не устраивать производительность вашего смартфона или планшета под управлением iOS 14. Что ж, Америку я вам не открыл, однако почему-то многие пренебрегают этими простыми, но максимально эффективными советами, которые помогут вам сохранить ульму времени, сил и здоровья. Такие дела. Продолжение следует...